ну все поехали всем доброго дня значит сегодня мы продолжаем с вами говорить про тему связанные с автоматными языками кстати на задних партах меня хорошо слышно да и и она масочку можно надеть спасибо значит сегодня продолжаем говорить про автоматы давайте прежде чем мы начнем говорить про автоматы вот у нас сегодня тема объявлен на доске вспомним а что же у нас было в прошлый раз давайте вспоминать то мы сделали в прошлый раз с вами да но смотрите мы поняли что такое регулярный выражение что еще мы ну да мы поняли что как соотносятся автоматные языки с множественными операциями теоретико множественными операциями что еще сделали мы с вами построили одну важную конструкцию которая нужна была нам для алгоритмов да мы еще научились строить детерминированный автомат и до посмотрели на алгоритмы различные симптотики и наконец мы с вами еще одну важную вещь сделали мы начали доказывать что множество языков автоматных регулярных совпадает и построили доказательства как по каждому как по каждой регулярки построить от конечный автомат да это вот то что мы в прошлый раз научились с вами делать как вы думаете с чего мы сегодня начнем да надо по автомат построить регулярку это первое второе мы поймем что такое минимальный полный детерминированный конечный автомат зачем он нужен он нужен как из теоретической точки зрения так и с практической точки зрения и поймем что языки далеко не ограничиваются автоматными и следующий раз мы уже будем говорить о как эту историю можно расширять итак смотрите докажем следующий факт что любой автоматный язык можно представить в виде некоторого регулярного выражения смотрите первое замечание давайте введем такое понятие как регулярный автомат то есть разрешим определение то же самое будет да только давайте я даже напишу что это такое регулярный автомат это будет у нас с вами кортеж иску сигма дельта 0 и но там дальше идут все определения те же самые а единственное что мы там меняем множество дельта а дельта теперь будет являться подможеством q умножить на r от сигма умножить на q а где r от сигма это множество регулярных выражений над алфавитом сигма зачем мы это делаем мы это делаем для того чтобы на регулярным на на ребрах автомата писать регулярки если мы тогда научимся приводить эту всю историю к какой-то достаточно простой конструкции то тогда мы сразу можем выписать регулярку и мы будем с вами сводить к автомату не регулярным не обычный nk а именно регулярные автоматы вот для этого нам нужно показать следующий факт что всякий nk задается регулярным автоматом с одним завершающим состоянием почему это правда давайте поймем ну да значит нам нужно первый факт это n завершающих состояний перевести в одно но это делается ровно такой же конструкции как мы делали то есть если у нас было несколько завершающих состояний мы его переводим в одно а контрольный вопрос что мы будем писать с вами на этих ребрах единичку уже не пустое слово потому что это регулярный автомат здесь пишется единички на ребрах это раз второе почему тогда у нас таки нк задается ну да на самом деле мы можем заметить что принципе по аннотации регулярные выражения состоящие из одного символа это то же самое что и просто буква алфавита ну про принципе ничем это не будет отличаться да то есть мы напишем на ребре регулярку а вы никак это не отличить от того что это написано буква а тут а принадлежит сигма мы по определению мы с вами говорили что для регулярки или то это у нас просто но что и за если формально сесть и переписать все эти определения то будет ровно все аналогично вот поэтому мы будем работать с вами с нк с регулярными автоматами поехали дальше значит смотрите а индукция такая давайте будем делать индукцию по количеству состояний в регулярном автомате значит базу докажем чуть чуть позже потому что она интересная я не хочу сейчас много случаев разбирать потому что если у нас множество состояний либо одно либо два состояния там может быть очень много случаев но давайте это сделаем переход сначала ну или по сути другими словами это будет у нас индукционный спуск значит если у нас количество вершин в автомате больше чем 2 то заведомо мы можем там найти не стартовую и не завершающие состояние да ну потому что как одно стартовое одно завершающие и еще что то есть обязательно и давайте прежде чем мы сделаем шаг вот запомним мы сейчас будем смотреть это вершины не завершающие не стартовая удаляем кратный ребра то есть если у нас есть с вами регулярное выражение вот такое два состояния которые из одного в другой переводят то по правилу регулярных выражений мы можем это переписать как сумму да потому что это означает что это либо то либо мы проходим либо потому либо по другому эти по регулярным же второе для формализма следующего доказательства мы сделаем такую вершину историю что если у вершины нет цикла на себя то мы добавим цикла на себя по нулю вопрос почему это нам ничего не поломает давайте давайте поймем что такое 0 звездочка до 0 звездочка равняется единиц а потому что это что у нас с вами получается 0 звездочка это l в нулевой то есть сустое объединение или от нуля это пустое множество объединения это или от нуля в квадрате это тоже пустое множество ну и так далее пустые множество как не объединяем у нас получается пустые множество да просто чтоб вы не задавались того зачем у нас везде там на ребрах на будут цикла так вот смотрите теперь переход берем не стартовый не завершающийся вершину обозначим йогу и посмотрим все пути длины 2 и которые проходят через эту вершину посередине то есть у нас с вами есть одна вершина вершину q и другая вершина все такие пути проходим и заменяем тот цикл который у нас с вами появляется то есть представьте что мы зашли в эту вершину q по регулярному выражению а потом сделали цикл по b и и дальше мы уходим по гамме и тогда мы вот эту вот историю можем заменить вот этот цикл можем заменить на регулярное выражение альфа бета звездой гамма то есть мы проходим по этому регулярки сначала в это ребро по альфа потом сколько-то раз вращаем по бете и дальше идем по гамме на вопрос теперь нам надо ответить на вопрос почему когда мы удалим это ребро вот эту вершину все будет окей но смотрите давайте я это обозначу в терминах путей это важно значит смотрите у нас если был путь и стартом вершины завершающего удаленном автомате а ты можешь мы можем зафиксировать с вами те моменты времени в которых мы прошли по этим обходящим ребрам дать их буду вот так рисовать мы проходим по этим обходящим раму давайте зафиксируем все эти моменты они могут повторяться вот ну и дальше мы можем написать сколько раз мы гипотетик то есть допустим здесь у нас это альфа b со звездой гамма это альфа штрих b штрих со звездой гамма здесь мы прошли по словам в один какое-то которое лежит в альфа b со звездой гамма ну значит мы можем это слово в один разложить в некоторую конкатенацию давайте мы обозначим у 1 у 2 у у 3 и тогда у нас у 1 принадлежит л от альфа у 2 будет принадлежать l от бета в степени к для некоторого к а у 3 будет лежать в эля дама тогда как нам восстановить путь в исходном автомате что нам нужно сделать вообще фирштейн что происходит вот мы пытаемся в новом автомате в котором мы убрали вот эту вот вершину среднюю до пройти от стартовой вершины до завершающей и мы прошли в какой-то момент по ребру альфа бета звездочка гаммы на нем мы прочитаем словом w1 ну и мы разложили в конкатенацию трех символов у 1 у 2 и у 3 вопрос как нам в исходном автомате надо пройти чтобы прочитать то же самое слово да нам нас сначала про альфа пройти потом до к 1 по циклу пройти и пройти по гамме вот тогда мы восстанавливаем путь в оригинальном автомате на котором в котором на одну вершину больше еще нам нужно сделать одну важную вещь вот мы вот так доказали что все слова распознаваемые автоматом с одном с одним убранным состоянием работает то есть они такие же как здесь а здесь на самом деле нужно зафиксировать все моменты все пути которые проходят через данную вершину и их аккуратненько переписать таким же образом это делается ровно таким же образом просто мы заводим счетчик сколько раз мы прошли по циклу когда мы зашли в эту вершину и дальше мы соответственно можем вместо звездочки поставить то количество раз которые мы по этому циклу прошли вот вот такой вот индукционный переход сразу скажу тут важно что это вершина не стартовая не завершающая давайте подумаем в чем может быть проблема когда мы через завершающую вершину попытаемся такую историю проделать ну да ну завершающую вершину удалять сложно во первых во вторых здесь история в том что мы должны выйти из этой вершины а из завершающей вершины у нас может возникнуть ситуация когда мы из нее не выходим ну то есть мы не останавливаемся и проигрываем вот и так это был индукционный переход теперь давайте базу индукции рассмотрим переход индукционный понятный так база индукции у нас количество вершин равняется единицы либо количество вершин равняется двойке давайте разберем все случаи когда у нас одна вершина какая она у нас будет ну да она будет ровно завершающей потому что количество завершающих вершин у нас не будет уменьшаться у нас по алгоритму она всегда одна а для куча когда у нас количество завершает количество вершин равно 2 какой случай у нас будет но смотрите первая история что куча такой что у нас вершина не стартовая завершающая вопрос нам надо ли рассматривать вот такой вот случай ну там понятно цикл и так далее не совсем так давайте проголосуем кто за то что надо так вариант 2 кто за то что не надо ну вот меньшинство нынче победила ну да да ну у нас именно так у нас эта вершина уже является не стартовая не завершающая поэтому я спокойно можем убрать и свестись к этому случаю и так в итоге у нас получается база индукции такая значит количество стайна равняет единица скажите пожалуйста товарищи чему какой регуляркой задается эта история ну альфа звездой так теперь случай сложнее давайте попытаемся написать регулярку для этой истории ну и с чем вам на практике придется много раз это делать давайте сначала первый раз это сделаем да смотрите сначала нам нужно дойти от старта вершин до завершающей каким-то образом это альфа звездочка бета а дальше да вообще смотрите дальше нам нужно какое-то раз количество раз выйти из этой вершины вернуться вершину 2 тут это можно по-разному описать мы можем сказать давайте посмотрим первый момент когда мы обратно вернулись в эту вершину мы могли либо пройти это по циклу гамма либо вернуться в стартовую вершину пройти по дельта там сделать в ней цикл по альфе и вернуться по бете и тогда мы эту историю можем расписать вот таким вот образом да то есть это либо гамма либо дельта альфа со звездой бета со звездой ну это чисто там здравый смысл вот он работает так можно показать что действительно формально что это все подходит но я думаю мы этого делать не будем понятно что если вы делаете это все на практике сразу говорю что у вас некоторых ребер из альфа гамма бета и дельта может не быть это вполне спокойно да но мы их просто для полноты картины восстановили ну с циклами мы разобрались как делать но с ребрами тоже можно на ребре если ребра нет то на ребре писать ноль там тоже все правила конкретно собрались так понятно ли теперь почему у нас множество регулярных и автоматных языков совпадают ну в общем в прошлый раз мы доказали одну часть теоремы здесь мы доказали в обратную сторону кажется вам наверное что то есть все теперь мы можем работать с этими понятиями как одно и то же и давайте вспомним какого у нас рода задачки были на первых семинарах да там было построить регулярные выражения по описанию и еще был некоторый набор задач как такой интересный на решать уравнение и еще было там типа формула сокращенного умножения для регулярных выражений был такое но они есть допустим чё-то классический пример 1 плюс е плюс е квадрат плюс е в степени n минус 1 на е в степени n с звездой то мышка и чему это равняться будет я со звездой да или история другая я к чему коню что этот это одно регулярное выражение да это порой регулярное выражение как понять что они задают одно это одно и то же множество слов да смотрите мы можем пораскинуть мозгами и понять что одно включено в другое второе включено в первое но как вы думаете ну это мозги да мы все-таки пришли сюда это в компьютер закладывать поэтому нам нужно сегодня разобрать некоторый набор алгоритмов которые позволят это заложить в компьютер и так сейчас мы будем отвечать с вами на два вопроса а у нас есть два регулярных языка и нам нужно понять задают она одно и то же множество слов или нет поехали рассмите рассматривать сначала ответим все проблемы дк количество состояния очень большое но это мы можем решить из-за того что это этот автомат обычно строится на стадии компиляции до окомпилировать окомпилировать проект мы можем долго давайте это соцопрос в зале говорите какое самое долгое время компиляции проекта у вас было любого так часа полтора 20 минут кто больше часа три я ну тут разные примеры я пытался собрать библиотеку машинного обучения на вот этом компьютере я она собиралась четыре дня а потом я просто выключил и пошел искать решение в интернете может быть я что-то сделал не так ну реально там просто ком сидел четыре дня молотил библиотека огромный тендерфлоу называется ну ну да в общем если вы хотите экспериментов и развлечений можете попробовать собрать ядро линукса вот в общем история такая вторая история непонятно как сравнить два автомата на эквивалентность как понять что два автомата задают одно и то же да к этому мы придем как раз сейчас по ходу дела но только не для тех автоматов которые у нас уже есть вот это факт смотрите значит след ну давайте сразу скажем что две регулярки на сравнительно эквивалент это то же самое что сравнить два автомата построены по этим регуляркам на эквивалентность да поэтому переходим на язык автомат значит пытаемся решить вторую проблему первую первую мы отдаем на компиляцию значит первая проблема это такое полупрактическое решение которое вам поможет на контрольный на каких-нибудь контрольных и на размышлениях смотрите значит пусть у нас есть два полных детерминированных конечных автомата m1 и m2 и нам нужно проверять что языки задаваемые этим автоматом совпадает ну смотрите что означает следующее что l1 вложены в элит м2 утверждение это аналогично тому что вы берете язык задаваемым м1 пересекаете с дополнением языка задаваемым 2 и получаете пустое множество давайте вспомним это первый курс и порисуем диаграммки элера значит смотрим а давайте нарисуем картинку картинку вот у нас есть вот это элит м1 и в него вложена элит м2 тогда дополнение элит м2 это вот то что у нас с вами есть извне да и как видно на картинке элит м1 не пересекается с дополнением элит м2 это раз подход то есть поднос то есть если смотрите сразу элит м1 пересечения с дополнением элит м2 не является пустым то что мы можем сказать ну да то у нас есть слово кто лежит в одном автомате не лежит другом автомате все автомат не эквивалент вторая история аналогичная нам нужно проверить что элит м2 пересечь с элит м1 тоже пустое то есть строите автомат понимаете что в нем никакое слово не распознается дополнение давайте вспоминать как мы дополнение строим да по дк строим по дк меняем стартовый не завершаясь завершаясь состоянием местами а второе а пересечение как строим ну мы строим декартовое произведение автоматов и проводим состояние в декартовое произведение если оно есть и в одном в одном автомате и в другом автомате практически кажется что это долго и неприятно что это делать. Но есть более простое решение, которое заключается в следующем факте. Сразу скажу, что этот факт любители математики могут доказать, может быть, оно встретится в какой-нибудь задаче на экзамене. Значит, есть такой факт, что для двух ДК, которые не являются эквивалентными, существует слово длины не более чем вот такое вот, сумма состояний длины, количество состояний минус 2, такое, что слово лежит в симметрической разности, LTM1 и LTM2, то есть слово, которое различает эти два автомата. Давайте поймем, что дает нам эта теорема. Ну да, что-то такое. Это на самом деле говорит ограничение на перебор по этим автоматам. Но можно сделать более просто. Смотрите, берете два автомата и одновременно начинаете запускать по ним DFS. Ой, не DFS, BFS. Да, причем BFS, количество итераций BFS у вас будет по всем словам длины не более чем такое. И идете вы, гуляете по этим графам одновременно и записываете, в какие состояния вы приходите в одном и втором. Если у вас случилось так, что в какой-то стадии BFS у вас в очереди оказалась пара вершин Q1 и Q2, таких, что одна уже является завершающей, а вторая является незавершающей, то вы нашли такое слово. И все, BFS может заканчивать, говорит, вот вам различающее слово и финита ля комедия. А иначе, ну, вы знаете, до какой степени это все перебирать. Понятная идея? Да, то есть я думаю, что на семинаре будут задачки, которые именно на это заточены. Ну вот, тут вот как раз это мы обсудили. То есть запускаем поиск ширину. Неявно, на самом деле, мы будем строить декартовое произведение этих автоматов. То есть у нас в очереди будет храниться пара вершин, до которых мы дошли. Ну и следим за событиями, попали в завершающую вершину одного из автоматов. Ну и если мы не дошли до завершающего состояния, то мы нашли слово «различающее» эти два автомата. Вот, это самое практическое решение, которое есть. События несинхронные. Да, тут кавычки забыто. События несинхронные – это значит, что вот у нас в двух автоматах есть пара, и в этой паре вершин, в первом автомате, допустим, это завершающее состояние, а в втором автомате это незавершающее состояние. Да, это значит, что мы нашли различающее слово, которое лежит по одному в автомате, точнее, распознается одним автоматом, и не распознается другим автоматом. Да, вот такое вот предлагается. Не, ну, есть еще метод пристального взгляда, его никто не отменял. Но, не наконтрольно, скорее всего, если будет задача, что она будет решаться методом пристального взгляда. Ну, только надо будет этот пристальный взгляд пояснить. Да, вот, такой факт. Значит, смотрите, у нас было полупрактическое решение, было практическое решение, осталось какое? Теоретическое, правильно. Значит, давайте мы сейчас будем, вот, оставшуюся часть лекции будем посвящать тому, что введем такое понятие, как минимальный ПДК. Значит, давайте сейчас мы определимся сразу с нотацией. У нас пусть L автоматный язык, а M полный детерминированный конечный автомат. Вот, давайте я буду записывать где-то. Значит, у нас с вами L это ПДК, а M это ПДК. Тут важно сразу подчеркнуть, что это ПДК. То есть, ой, ну, кто-то алфавит забыл. Ну, бывает такое, что буквы L и M одинаковые. Вот. И давайте введем интересное соотношение. Соотношение ΔL, я их буду записывать, потому что они нам будут полезны по ходу дела. На множестве слов введем такое соотношение, что U эквивалентно V по этому языку. Если для любого слова W, U, V принадлежит языку, тогда и только тогда, когда V, V принадлежит языку. То есть, два слова называются эквивалентными, что если вы что-нибудь начнете к ним записывать, то у вас будет та же самая синхронность в принадлежит и непринадлежит языку автомата. И давайте покажем, что… Будем показывать, что это отношение эквивалентности? Или понятно? А? Ну да, тут не стоит проверить. Тут нужно проверить рефлексивность, транзитивность и симметричность. И тогда мы можем с вами ввести отношение эквивалентности по этому множеству. Ну, давайте проверим. Так, значит, транзитивность, буква T. U эквивалентно V, значит, для любого W, U, V принадлежит L, тогда и только тогда, когда V, V принадлежит L. Давайте дальше V эквивалентно какому-нибудь слову, какое у нас. Какие у нас буквы есть у латинского алфавита? Ну, это понятно. После U, что там? У, V, W, давайте X будет сегодня. Для любого V, что получается у нас? V, W принадлежит L, тогда и только тогда, когда X, V принадлежит L. Ну, и теперь смотрите. Вот эти две штуки объединяем. Получаем, какое слово бы мы не посмотрели. Что мы получаем? Это с этим, да? V принадлежит L, тогда и только тогда, когда X, W принадлежит L. Ну, из этого можно понять тогда, что U будет эквивалентно X. Этому языку. То есть, ничего сложного. Вот. И теперь, смотрите, используя эту историю, мы можем ввести фактор множества. Вас не пугает слово фактора множества? Не, ну, хорошо. Сигма звездочкой по отношению L. А теперь давайте поймем, у кого-нибудь есть интуиция? На что это похоже? На что это было похоже у нас с вами, определение эквивалентности? Не, 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 ну, у тебя эквивалентность. Нет, вот именно вот это определение эквивалентности. А? Ну да, ну, смотрите, на самом деле это сильно похоже на определение конфигурации. Помните, мы говорили, что с вами у нас есть Q1. Если Q1 из U мы можем дойти в Q2V, то какое бы слово мы к этой конфигурации не дописывали, то у нас эта история сохраняется. U, W. Так, что получается? V, W. То есть что-то похоже по зашитию в конфигурацию. А теперь смотрите, как это можно преобразовать. Представьте, что вы пришли в два состояния, и дальше вы решаете такую историю. Вы дошли из... Давайте я напишу, чтобы было понятно. И я думаю, на этом мы устроим перерыв. Вот у вас есть Q0U, вы дошли в вершину Q1, там, эпсилон. И потом вы пошли из слова Q0V и Q2 эпсилон. И оказалось, что U эквивалентно L. Ой, U эквивалентно V. Тогда как это можно переписать в терминах автоматов? Смотрите. Это означает, что для любого V, приближающего сигма со звездой, помните, мы дельту с вами вводили. У. Вот так можно написать. То есть, как бы мы ни дошли из стартового состояния, прочитав слово U, если оно лежит в языке, да, то мы дойдем до завершающего состояния. Если нет, то не дошли до завершающего состояния. И в итоге получается, что у нас это соотношение расписывается как принадлежность завершающего состояния стоять. И утверждение, которое мы с вами будем доказывать сегодня, то, что в этом автомате можно по сути эти две вершины слить. И ничего не поменяется. Вот такое утверждение мы с вами будем доказывать после перерыва. Ну, понятно, что еще дадим отношение эквивалентности на классе и состоянии. Это такая предпосылка была к тому, что у нас будет после перерыва. Давайте продолжать. Значит, у нас с вами уже было определение отношения эквивалентности по словам. Теперь давайте определим отношения эквивалентности над состояниями автомата. Так, давайте я что сотру? Можно я сотру вот эту историю? Ну, ладно, давайте. Главное, вот эту штучку не стирать, она нам важна. Значит, давайте определим отношения эквивалентности над состояниями автомата. У1 по стере М эквивалентно от Q2, тогда и только тогда, когда для любого слова W. Дельта Q1 W. Кстати, сразу скажу, контрольный вопрос, почему это будет состояние автовата? Потому что мы в ПДК работаем. То есть два состояния квалета между собой, если вы стартанете в них и начнете писать любое слово, то вы либо одновременно придете в завершающий состояние, либо одновременно не придете в завершающий состояние. Мотивация этого определения была на доске ранее. Итак, давайте подумаем, что будет, если у нас два состояния между собой эквивалентны. Я говорю, что мы можем попробовать их объединить, что у нас ничего не сломается. Давайте мы сейчас как раз это и попробуем формально показать. Предположим с вами, что у нас с вами есть вот такое состояние LQ. Для каждой вершины мы вводим вот такую штуку. Это множество слов W, которые задаются таким образом, что вы начинаете в Q0, заканчиваете в состоянии Q и прочитываете это слово W. То есть это все слова, которые могут появиться на пути из Q0 в Q. Тогда утверждение, что каждый класс эквивалентности в сигма звездочка по L, да, там модуль это зря написано, это объединение классов. В LQ. Значит, давайте разбираться. Значит, рассмотрим U. U, принадлежащее некоторому. И оно лежит в каком-то классе эквивалентности. Давайте я напишу вот так вот. А это у нас приближает сигма звездочка по L. Значит, сразу скажу, что вот эта история – это класс эквивалентности вершины. Эквивалентность вершины O. Тогда что мы можем посмотреть? Давайте рассмотрим путь по Q из U0. Обозначим Q как Δ из Q0 по U. Тогда что мы можем сделать? Давайте я обозначу даже эту вершину не Q, а Q U. Вот так вот. Тогда смотрите, что мы можем сделать. Сейчас подумаю. Давайте рассмотрим еще вот такую вещь. Для любого W, принадлежащего классу W, тоже определим это же множество. Q W равное Δ У0, W. Тогда утверждение, что у нас класс U – это объединение по всем QV. L, U, V, где V лежит в классе эквивалентности U. На русский перевести? Значит, смотрите, что делается. Давайте картинку нарисую. Вот у нас есть слово, и для него есть класс эквивалентности. То есть это какие-то наборы слов. Вот у нас вершина одна. Мы прошли по вершине U, дошли до этого состояния. Да, это состояние у нас как раз какое? Q U. Да? Но в этом классе эквивалентности могут быть еще какие-то слова помимо U. Да? Рассмотрим все такие слова, там, V1, так далее, VK. Их может быть даже очень много, их может быть бесконечное количество. Да, в принципе, такое может. И посмотрим на все вершины из них. И тогда утверждение заключается в том, что все слова эквивалентности можно получить таким образом. Вы берете все вершины, вот эти вот, и смотрите все слова, по которым вы можете дойти от этой вершины, да, какой-нибудь из этих. При этом замечаю, сразу скажу, что это у нас будут кандидаты на объединение в один класс. Теперь давайте докажем, что следующее. Так, вот это определение понятно? Теперь стало понятнее? Не-не-не. Не-не-не. Мы, смотрите, что делаем. Мы берем, вот у нас есть канонический представитель класса эквивалентности для U. Мы из этой вершины по U пришли в некоторую вершину, которая Q U. Которая определяется Q U. Давайте посмотрим для всех, давайте немножко жаргоном выражусь, дружбанов, вершин слова U, докуда мы по ним можем дойти. Зафиксируем все эти состояния и говорим, что вот это вот множество, это у нас, давайте его обозначу Q от класса эквивалентности U. И дальше смотрим те слова, по которым мы можем дойти от этой вершины до множества вершин, которые у нас Q от класса эквивалентности U. давайте поймем, что нам нужно доказать здесь. Я сейчас просто формально что-то высказал тут. смотрите, нам нужно доказать вот этот факт. он нифига не очевидный. Да, то есть, что на самом деле класс эквивалентности слова U, V, сигма со звездой по L, он представляется в виде объединения таких вот историй. Смотрите, как это, сначала что, доказательства или идею доказательства рассказать? Идею, смотрите, на самом деле история заключается в следующем, что вот вы прошли по какому-то элементу классу U и смотрите все эквивалентные вершины по слову U. Вот они, мы их с вами отобразили. Да, утверждение такое, что для всех этих вершин, поскольку слова, в которых мы приводим эквивалентные, то как бы мы дальше относительно этих вершин не пошли бы, мы либо одновременно будем считать, что мы относительно этого момента разрешили дописывать любое слово относительно каждого из этих состояний. Да, и тогда из-за того, что у нас определение эквивалентности такое, что либо мы одновременно признаем слово, либо одновременно не признаем слово, то мы для этих вершин автоматически будем либо автоматически приходить в завершающее состояние, либо будем автоматически не приходить в завершающее состояние. Да, тем самым мы с вами по сути делаем согласование определений эквивалентности слов и эквивалентности автоматов. Вот такая идея. Теперь давайте ее аккуратненько оформим. Значит, смотрите. Пусть… Давайте сначала подножить в эту сторону. Пусть у нас слово… А какой у нас не было? В, да? Дельта У. Тогда нам нужно показать, что В лежит в этом объединении. Тогда смотрите. Значит, что мы с вами можем сделать? Сейчас, секунду. А, ну, тогда у нас получается следующее. В принадлежит… Точнее, В эквивалентно У. Да? Это вроде так. Дальше, смотрите, что мы с вами делаем. Говорим. Тогда, если мы обозначим QV, которая дельта из Q0 по V, ну, тогда оно будет у нас с вами… Ну, если мы обозначаем QV таким образом, то из этого будет следовать, что В принадлежит LQV, ну, по определению, да, потому что… Что такое LQV? LQV – это множество слов V, таких, что дельта из Q0 по V равно V. Вот сюда вместо W надо подставить… Так, только тут вот QV. Надо подставить V. Вот. Ну, а из этого будет следовать, что V принадлежит объединению. Вот этому вот. У или QV. Ну, потому что это один из классов, а V принадлежит у нас W. Это касается в одну сторону. То есть тут достаточно все просто по определению. Давайте в обратную сторону попробуем это сделать. А что у нас происходит за касается в обратную сторону? А предположим, что у нас V… Некоторые… Вот опять же, пусть V принадлежит объединению LQV, где QV, где у нас… по всем QV таким, что V принадлежит классу эквивалентности U. Это значит, что существует такая у нас вершина Q, какая Z, что V принадлежит LQZ. Ну, и существует такой Z, которая лежит в классе эквивалентности вершины U. И тогда давайте подумаем, что это значит. LQZ – это объединение всех слов W, такое, что из него, прочитав слово W, мы попадаем в некоторую вершину Z. нет, в вершину QZ. Пока так, пока так. Теперь нам нужно показать вами, что V принадлежит к классу эквивалентности вершины U. Но мы знаем, что Z принадлежит к классу эквивалентности U. Смотрите, если что-то непонятно, спрашивайте, потому что тут очень тонкая материя. Вот сейчас мы как раз будем и пользоваться определением согласования эквивалентности. Z принадлежит к классу эквивалентности U. Значит, у нас Z эквивалентно U по множеству L. И значит, следующее. Для любого слова W Z, V принадлежит L тогда и только тогда, когда U, V принадлежит L. Так. Сейчас. Секунду. А нам нужно показать, что V принадлежит. Ну, смотрите. Что мы еще знаем? Мы знаем, что V принадлежит L от QZ. Следовательно, Δ от Q0 и V равняется QZ. Сейчас. Секунду. Секунду. А из определения автомата. Смотрите, что хочется сказать. Вот сразу. Вот еще запишем. Вот тут вот. Мы с вами можем из множества автоматов понять, что это еще является и QZ. И теперь нам надо из этого всего попытаться понять, почему у нас V лежит в классе до эквивалентности вершины вершины U. Ну, да. Да, смотрите. помните, помните, мы сказали следующее с вами, то если мы приходим в одну и ту же вершину автомата, да, то мы можем сказать, что V эквивалентно Z классу L. Потому что давайте это мы с вами поясним. вот давайте вот воспользуемся тем фактом, который у нас было. Почему это так? Потому что если мы смотрим любое слово V, поскольку любого слова V лежащим в сигма со звездой, получаем дельта 0 V W равно дельта от Q0 Z W А это что? Слева это у нас получается дельта от дельта Q0 V W по транзитивности, а это справа равняется дельта от дельта Q0 Z и слово W И тогда это у нас равняется дельта от QZ V А это у нас равняется дельта от QZ V То есть мы с вами приходим в одну и ту же вершину поэтому у нас это равенство соблюдается то есть вот это равенство есть, значит у нас выполняется это соотношение и тогда у нас получается, что если V лежит в классе эквивалентности V и L V и Z L эквивалентны Z принадлежит к классу эквивалентности U то Z тоже будет лежать в классе эквивалентности U и вроде бы теперь мы доказали эту историю давайте еще раз это врубимся значит идея доказательства простая давайте попытаемся объединить все вершины которые каким-то или иным образом мы пошли по вершинам этого состояния значит доказательства в одну сторону ну простое давайте рассмотрим слово V лежащее в классе эквивалентности посмотрим докуда мы дойдем ну значит оно лежит в множестве языков до которых по всем вершинам по которым можем дойти в обратную сторону значит смотрите у нас V лежит в классе эквивалентности таком значит существует вершина по которой мы дошли и прочитали наше слово V Причем эта вершина z лежит в классе эквивалентности вершины u. Ой, множество z лежит в классе эквивалентности слова u. Но теперь смотрите, что получается. Поскольку v лежит в lqz, то до нее мы можем дойти до состояния qz. А из определения lqz мы по слову z можем дойти до того же самого состояния. Из этого следует, что эти два слова v и z являются эквивалентными. Потому что как бы мы дальше не шли, мы придем к тому же. А получается так, что если v эквивалентно z, и z принадлежит к классу эквивалентности u, то получается z эквивалентно u, то по транзитивности получается только, что v принадлежит к классу эквивалентности u. Поскольку v будет эквивалентно u. Да, вот такой вот, смотрите, кажется, типа, несложно показать, кто хочет идейно еще раз получить, а на самом деле тут просто можно понять, что определение эквивалентности этих состояний в автомате такой же, как эквивалентность слов на множестве сигма со звездой. Да, и смотрите, так, появилось ли понимание того, что тут, что за дичь тут произошла? Да, то есть такой факт, просто мы его формально сели доказывать, вроде успешно доказали. Теперь смотрите, следствие из этого факта очень важное. Если у нас цель автоматный язык, то мощность этого множества ограничена сверху количеством элементов, количеством состояний в автомате. Кто понимает, почему это работает? А? Ну, мощность фактора множества. Ну, мы все равно, всегда работаем с конечной. Да, да, именно так. Смотрите, размер, каждый элемент фактора множества представляется в виде объединения некоторых множеств, каждый из которых зависит от состояния автомата. Да, это значит, что размерность этого множества не более, чем количество таких объединений по всем состояниям. Поскольку состояние конечное у нас, да, и оно ограничено сверху модуль Q, а здесь в объединениях может стоять не одно, а несколько таких. Да, да, то мы получаем, что всего таких элементов не больше, чем количество состояний в автомате. Проговорили это. Фух, справились с одним фактом, поехали дальше. Значит, следующее лема. Для любого автоматного языка существует PDCA M' такой, что в нем все состояния попарно неэквивалентны. Смотрите, тут интересные доказательства. Давайте построим автомат над классом эквивалентности тильда M. Класс эквивалентности вершины Q будем обозначать опять же с крышечкой Q. Теперь смотрите, что нам нужно доказать. Что нам надо доказать. Сейчас я предъявлю формальный вид этого автомата. Строим автомат M' равное Q' M σ Δ' штрих, который определяем Q0 и F'. Где? Дельта штрих — это множество таких вещей. Значит, Q. Переход по букве A. Давайте с Q1 переход по букве A идет в класс эквивалентности Q2. Если существует Q1 переход в оригинальном автомате. Это раз. А F' у нас будет такое. Объединение по всем классам эквивалентности QF таких, что QF принадлежит F. Так, вопрос. Что нам надо доказать? Где? А, да, конечно. Ну, во-первых, да, что мы получаем эквивалентный автомат. А вас вообще не смущает вот эти вот два определения? Да, нам нужно проверить корректность изотказания этого автомата. Потому что вдруг у нас случилась такая история. То есть нам нужно проверить корректность. Дельта штрих, F штрих. Да? А потом мы уже с вами сможем проверить, эквивалентны ли эти два класса. Является ли состояние попарно неэквивалентными. Значит, теперь поехали смотреть, как это делать. Так, это я сотру пока что. Что значит у нас… Проверим для дельта штрих. Пусть у нас с вами есть Q1, эквивалентная Q1 штрих в автомате M, да, а дельта Q1 по какому-то A не существует такое A, что у нас это неэквивалентно в автомате M по дельта Q1 штрих A. Да? А? А, да, да, да. А, да, да. Вот так вот. Ну, вот раз, смотрите, переход по букве A всегда есть, поскольку полный детермирует конечный автомат, поэтому я просто смотрю вот такую вещь. Давайте попытаемся найти в этом противоречие. Значит, смотрите, Q1 эквивалентно в автомате M Q1 штрих. Значит, для любого слова W принадлежащим сигма со звездой дельта Q1 V принадлежит тогда и только тогда, когда дельта Q1 штрих V принадлежит состоянию F. Это определение. Положим V равно AU. Тогда у нас получается, что для любого U принадлежащим сигма со звездой дельта Q1 давайте я напишу сейчас это аккуратно. Давайте вот так. AU принадлежит F тогда и только тогда, когда дельта Q1 штрих AU тоже будет лежать VF. А теперь что у нас такое дельта Q1 AU? Это пользуемся нашим любимым свойством транзитивности. Это у нас получается давайте обозначим вот это Q2 а вот это Q2 штрих. Это дельта Q2 U. А дельта Q2 AU будет равно дельта только Q1 штрих. Q2 штрих U. и тогда что у нас получается с вами? Что вот это принадлежит F тогда и только тогда, когда вот это принадлежит F. А из этого что следует? что у нас это лежит F тогда и только вот это лежит F. Ну, это следует, что у нас Q2 и Q1 эквивалентны. Штрих. Ну, мы получаем противоречие с тем, что мы попробовали показать, что оно неэквивалентно. Чистый формализм. Так, теперь нам нужно определить, что F' у нас такое же. Что F' корректно. что мы делаем с вами для F' Значит, нужно проверить, то если у нас Q1 эквивалентно Q1 принадлежит F, Q2 эквивалентно Q1 M, то что из этого можем сказать? то Q1 Epsilon принадлежит F тогда и только тогда, когда Q2 Epsilon принадлежит F. Это из определения эквивалентности. Давайте я тут покажу, что V равно Epsilon. Тогда чему равно Q1 Epsilon? Ой, стоп, я написал фигню. Дельта Q1 Epsilon. Скажите, чему равно дельта Q1 Epsilon? Q1 А это Q2. Из этого получается, что Q2 лежит в завершающей состоянии. У нас все работает. Дальше нам нужно показать, что L M равно L M штрих. Ну, давайте напишем. Значит, V принадлежит L M тогда и только тогда, когда существует А, нет, ну, можем сразу написать, что дельта Q0 U V принадлежит F. И смотрите, тут нам нужно с вами показать следующий факт. Вопрос. Что дельта от множества Q0 и V будет лежать V штрих. Вот такой вот нам надо факт показать с вами. Как мы это можем делать? Значит, нам нужно показать следующий факт, что для любого слова W давайте для любого слова U дельта от Q0 U равняется U1 вот это вот если у нас Q1 какое-то, да, то есть что мы перешли в слово U дельта 1 тогда и только тогда, когда дельта от класса эквивалентности Q0 и U равняется классу эквивалентности Q1 да, что у нас классы эквивалентности между собой матчатся именно так, что у нас в оригинальном автомате мы переходим по кому-то состоянию, а в итоговом автомате мы переходим по классам эквивалентности. Ну, как вы думаете, как это утверждение доказывается? какое у нас любимое слово по ходу курса? Индукция, конечно. Индукция. Так, база индукция. Длина слова дубль так, по длине U. Длина U равна нулю, значит U равно пустое слово. Тогда дельта от Q0 пустое слово это Q0, а дельта от состояния Q0, класс эквивалентность Q0 по пустому слову это что у нас? Ну, сам же этот класс. Вот, тут вроде совпадает все. Теперь поехали дальше. Переход. Смотрим опять же слово U равно давайте VA. Тогда мы можем сказать, что если дельта от Q0 по VA равно Q1, то существует такое Q2, что дельта от Q0 V равно Q2, а дельта от Q2 по A равно Q1. Тогда по предположению индукции мы получаем, что дельта от класса Q0 равняется и переход по букве какой, по U будет являться классом эквивалентности Q2, переход из класса эквивалентности Q2 A будет равняться класс эквивалентности Q1 так у нас есть Q2 A переходит в состояние Q1 принадлежит дельта, тогда и только тогда, когда у нас по классам эквивалентности осуществляется такой же переход в новом автомате. вот ну и из этого будет следовать, что дельта Q0 QA равен классу эквивалентности Q1 по транзитивности Ага, вот получается такая история. Скажите, вот, то есть мы доказали с вами вот этот факт, ну и тогда этот факт становится понятным, потому что мы можем посмотреть, что это какая-то QF, тогда здесь мы переходим в тот же самый соответственный класс эквивалентности. это вершина. Так, а теперь давайте просто зафиксируем, с чего мы начнем в следующий раз в этом факте. Что нам осталось доказать из этого? Давайте прочитаем факт, который мы с вами доказываем. последнее усилие. Что-то не похоже на то. Да, вот именно. Нам теперь надо показать, что они все попарно-неэквивалентны. То есть мы по сути большую часть времени на что потратили? На то, что мы попытались ввести этот автомат, доказать его корректность и то, что он распознает тот же самый язык. Теперь нам нужно показать, что эти состояния будут попарно-неэквивалентны, но на самом деле это несложная вещь, но я думаю, мы в начале следующей лекции как раз это сделаем. Извините, если я вас загрузил сегодня, но это именно по автоматам одна из самых сложных лекций, ну, именно самых сложных фактов. Это ворочится из обычных множеств, фактор множества и вот это вот. Все, на этом спасибо.